Всем добрый день! Сегодня я покажу, какой чай я купила. Это чай Казахстан. Кенийский черный гранулированный чай. Если честно, я его купила только из упаковки, потому что мне эта упаковка напомнила упаковку казахстанского шоколада, который мне очень нравится. Здесь 250 грамм стоит этот чай 1000 тенге. Расфасован он в Астане. Целлофановую упаковку еле сняла. Теперь давайте посмотрим, что нам предлагают производители этого чая. Вот такая красивая упаковочка, на которой написано название компании, отвечающей за расфасовку этого чая. Итак, скрываем упаковку. Смотрим, какой чай. Но я бы не сказала, что чай черного цвета, что это черный. Гранулы темно-коричневого цвета даже встречаются светло-коричневого цвета гранулы. Они и не мелкие, и не крупные, среднего размера. Запах у сухого чая обычный, так же, как и пахнет любой сухой чай. Сейчас я его заварю и посмотрим, какой будет цвет и какой будет вкус у этого чая. Чайник заварочный я уже обдала кипятком. На упаковке сказано, что нужно заваривать чай из расчета 1 чайная ложка сухого чая на 2 чашки. Скорее всего, производители уверены, что чай получается крепким. Но буду заваривать именно так же. Насыпаю 1 чайную ложку в заварочный чайник. И заливаю кипятком. Закрываю крышкой и буду настаивать 5 минут. 5 минут прошло. Посмотрим, какой получился чай. Я люблю крепкий чай, поэтому, по моему мнению, он немного слабоват. Мне кажется, нужно все-таки заваривать, как обычно, классическим способом. 1 чайная ложка сухого чая на чашку. Но это уж о вкусах не спорят. Попробовала я чай. Вы знаете, если заваривать так, как написано на упаковке, 1 чайную ложку сухого чая на 2 чашки, получается очень слабо. У чая обычный такой вкус среднестатистического чая. Нет ни вкуса, ни аромата. Такой чай с молоком будет вообще как помойка. Сейчас попробую заварить, как обычно, классическим способом. 1 чайную ложку на чашку и посмотрю, что получится тогда. Такой чай понравится тем, кто любит слабо заваренный чай. Сейчас заварю чай, используя обычные, классические пропорции. В этот заварочный чайник у меня помещается как раз 2 чашки. И заливаю кипятком. Закрываю крышкой и буду настаивать 5 минут. Итак, прошло 5 минут. Давайте посмотрим, что получится на этот раз. Моё мнение, чай и должен быть таким крепким, с насыщенным цветом. Чай я попробовала, я ожидала большего. Я думала, что если заварить чай покрепче, то у него раскроется аромат. Но аромат так и не раскрылся. Возможно, этот чай будет вкусен с молоком. Наливаю я немного молока. У меня молоко шестерка. И доливаю свежезаваренным чаем. Цвет, конечно, красивый. Мне нравится, когда чай с молоком именно такого цвета. Удивительно, но чай с молоком раскрыл и свой вкус, и свой аромат. Поэтому, если я такой чай и буду покупать, то буду пить его только с молоком. И заваривать его классическим способом. Вот такой получился у меня обзор кенийского чая Казахстан. Моё мнение, чай покупать можно, если нет альтернативы. Но в таком случае нужно заваривать его обычным способом. Не разбавлять его чересчур водой, чтобы он получился достаточно крепким. И с молоком чай очень даже неплохой. И ещё такой нюанс. Я уже давно не пью чай с сахаром, потому что считаю, что сахар портит вкус хорошего чая. Но в данном случае я решила положить сахар в чай с молоком. Попробовала и мне понравилось. В общем так. Если хотите облагородить вкус чая, делайте это всеми доступными способами. Можно добавить молоко. Сделать чай покрепче. Или положить сахар. Надеюсь, мой отзыв вам пригодится. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости. Будет ещё много интересного. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!